Спасибо большое за приглашение, это большая честь выступить на вашем совещании, на вашем обсуждении этих проблем, и это очень важно, чтобы терапевтическая общественность обсуждала эти вопросы. Вот я позволил себе в само название внести несколько пунктов. Мы сегодня обсуждаем комплексные вопросы повседневного ведения пожилых пациентов, и причем в новом десятилетии, потому что за первые 20 лет этого века мы накопили очень много новых данных. Я позволил себе дописать, есть эти вопросы нескольких категорий, одни из них обсуждаются, по ним не принято решение, но они очень важны, от них будет зависеть наше будущее. Есть согласованные и есть принятые, которые повлияли раз навсегда, изменили стратегию ведения пожилого пациента. Вот позвольте мне привлечь ваше внимание к очень тяжелой дискуссии, которая сейчас идет в мире, особенно в терапевтическом мире, поскольку терапевт лечит пожилого пациента в первую очередь, вот к этим вопросам, которые сегодня стали очень важными. Давайте начнем с самых главных слов. Все уже выучили, что такое коморбидность, но давайте к пожилому пациенту подойдем. Это более широкое понятие. Это будет полиморбидность. Полиморбидность это два и более заболевания. Давайте вчитаемся в это. Два и более заболевания, которые могут совершенно не находиться в причинно-следственной связи. Они все значимы. А раз они все значимы, они будут влиять на прогноз нашего пациента. Согласитесь, что наш пожилой пациент, начиная с возраста 65-70 лет, как правило имеет несколько заболеваний. Вот давайте посмотрим, к чему это приводит. Одно из самых страшных, вот эта желтая линия, которая задирается радикально наверх. Если у этого пациента в возрасте старше 65 лет есть два заболевания, то, к сожалению, прогноз уже не излучшит. У него на 73% возрастает риск летального исхода. А если есть три, то это существенно больше риск. Мы понимаем с вами, что это очень тяжелый груз, который накопил пациент к своей старости. А сколько таких больных? Самое главное, это центральный круг. Мы с вами очень хорошо видим, 65%, две трети любой популяции, но старше 65 лет, имеют, к сожалению, полиморбидность. Вот мы с вами первое, что сказали. Когорту людей, доживших до 65 лет, одна из граней, которая характеризует эту когорту людей, это очень выраженная полиморбидность, которая ухудшает их прогноз. Наверное, возникает законный вопрос, и что делать с этим? Как их лечить? Вот тут-то и начинается дискуссия. Посмотрите на красные стрелки. Современное воззрение на то, как начинает формироваться полиморбидность, отодвинули вообще-то грань от 65 лет. Считается, что кривая начинает задираться с возраста 40 лет. Причем у женщин угол наклона кривой, угол подъема кривой намного опережает мужчин. И это очень важно для нас, потому что врач общей практики и терапевт уже в 40 лет может присмотреться к огорте людей, которые его окружают. Не только с позиции, сколько заболеваний есть на сегодняшний день, а сколько будет. Давайте посмотрим, какие факторы риска позволят терапевту уже в 40 лет начать формировать особую группу людей, особого наблюдения. Как это не парадоксально? Это хорошо известное ожирение, но посмотрите, низкий уровень образования. Это сложный вопрос, пусть в нем разбираются психологи, социологи, но низкий уровень образования, к сожалению, это предтеча довольно большого количества заболеваний к уже очевидной старости в 65 лет. Низкий социоэкономический статус нашего пациента, я уже говорил, дальнейшее старение и женский пол. Таким образом, первый шаг точно осмыслен, понят и мы знаем, что делать. Мы можем сформировать группу людей уже в 40 лет, у которых к 65 годам будет классическое объяснение слова полиморбидность. Но давайте вернемся к очень важной проблеме. Выяснилось, что помимо просто слова полиморбидность для пожилого человека, вот что и явилось основой дискуссии, появляется понятие кластерность. Кластерность. Это было замечено довольно не очень-то давно, 22 года тому назад, что существуют некие кластеры у пожилых людей. То есть, одна болезнь никогда не бывает. Она цепляет за собой и ведет очень часто встречаемые заболевания. Самая частая, это первая строчка. Если у больного есть ревматоидный артрит, то у него, как правило, есть атеросклероз, артериальная гипертония, хроническая болезнь почеки, ХСН. Таких строчек очень много, их около 70. Таких кластеров действительно очень много. Если есть кластеры, то сделан второй шаг. Мы понимаем, что ждать у пожилого пациента. И если сейчас еще нет манифеста этой болезни, то мы понимаем, что надо ждать манифеста этой болезни. Надо, возможно, заняться профилактикой этого заболевания или как-то подумать, поискать эту болезнь. Но теперь посмотрите на другой момент. Если мы поняли, что сделать, мы знаем, у кого искать, мы знаем, что предвидеть, то мы должны заметить еще одну вещь. Если я такое нахожу, то я понимаю, что сценарий жизни моего пациента изменился раз и навсегда. У него большая выраженность поражений органов мишени. Отсюда мой план индивидуального ведения пациента пойдет в контроль органов мишени. И у него заведомо будет более тяжелое течение болезни. Пожалуйста, посмотрите на зеленые и красные столбики. Казалось бы, где ишемическая болезнь сердца и где гастродональная патология. Но если они сочетаются у пожилого пациента, посмотрите, как подскакивают столбики. Какова проблема клинической тяжести ИБС? ИБС начинает течь совершенно по-другому. Казалось бы, где гастродональная патология? А посмотрите, как сочетание двух болезней изменило течение хорошо известной нам нозологии. Есть еще один момент. Это выраженность гипертрофии левого желудочка у пациентов с бронхиальной астмой. Левого желудочка, не правого желудочка. Левый желудочек начинает гораздо быстрее утолщаться. И вот возник диссонанс. Возник огромный пробел. Мы поняли, мы все понятно терапевту, что надо искать кластеры. Но как лечить? Ни в одно клиническое исследование никогда больного с таким тяжелым течением, с полиморбидностью, хотя они составляют основную часть пожилых людей, их вообще никогда никуда не включают. Поэтому на сегодняшний день у нас нет ни одного клинического руководства по тому, как конкретно лечить. Если мы знаем, что кластеров около 70, то как лечить эти кластеры? И пока не очень-то предвидится, чтобы какая-то инициативная группа стала писать такие рекомендации. Поэтому первая часть дискуссии, которая развернулась в мире, констатация того, что мы знаем, это хорошо. Но что делать дальше с этими пациентами? Это первая часть этой дискуссии. Существует и второй момент. Я еще раз хочу подчеркнуть, как это важно. Вот посмотрите, гликированный гемоглобин и сердечно-сосудистые события. Чем больше коморбидность, тем при более низких уровнях гликированного гемоглобина будут тяжелые течения. Это поразительно, но это так. И вот наш систематический обзор, выполнен на огромном количестве пациентов, ответил на самый главный вопрос. Существует прямая, четкая, выраженная связь о полипрагмазии. Посмотрите, куда пошла дискуссия. Полипрагмазия и неблагоприятные последствия у пожилого пациента. Вот для нас это очень важный момент. Мы с вами признали, что у пожилого много болезней. Много болезней, много лекарств. Много лекарств и тут начинаются проблемы. Красные и голубые столбики ведут себя совершенно по-разному. В условиях полипрагмазии, красные столбики задираются наверх. Риски неблагоприятного течения заболевания становятся намного более значимыми. Начавшаяся дискуссия с признания того, что у пожилых людей много заболеваний, очевидно, не надо быть семипядей во лбу, сделала следующий шаг, установив существование кластеров и сделала следующий шаг. Признание того, что полипрагмазия, которая сопутствует любого пожилого пациента, сопутствует его лечению. Она, к сожалению, далеко не всегда приносит благо. А напротив, в ряде ситуаций, как показывает этот метаанализ, ухудшает прогноз у наших пациентов. И вот тогда, посмотрите, дискуссия вылилась на три вектора. Я очень прошу вас послушать, потому что терапевтическая общественность должна будет принять какое-то решение. Появились понятия отрицательные списки препаратов. То есть препараты, которые неприемлемы для пожилых пациентов. Существует несколько таких списков. Например, прискусс, один из самых известных списков. Это десятый год. Это конец первой декады 21 века. И эти списки, вот я их покажу, некоторые из них. Посмотрите, например, в этом списке существуют официально существующие списки, которые признаны терапевтическими сообществами Соединенных Штатов Америки. Например, слово дегоксин. Здесь написано, дегоксин, повышенная чувствительность у женщин больше, чем у мужчин. Риск интоксикации у женщин больше. Там дальше будет пояснение. При низкой массе тела риск интоксикации для пожилых, это актуально, гораздо выше, чем у лиц с большей массой тела. Какая альтернатива нам предлагается? И где искать эту альтернативу? Используйте бета-блокаторы, если вы лечите тахиоритм у больных с феврилляцией предсердия. Довольно серьезно написано, это проблема почек, это проблема предотвращения повреждения почек, интоксикации, нарушения ритма. Видите, с чего начиналось, я еще раз вам напомню. Неприемлемые препараты, вот в частности для очень пожилых людей, дегоксин. В этом списке стоит дегоксин, как очень высокий риск кровотечений, прободной язвы и повреждения или ухудшения прогноза сердечно-сосудистых заболеваний. И нам предлагают здесь альтернатива, видите, построена схема как альтернатива парацетамол и пабруфен, уточняется его дозировка. Есть еще один момент, здесь как неприемлемые, они выделяют список людей, список препаратов, которые не имеют доказательной базы. Ну, в частности, ноотропы. Вот это был первый подход, неприемлемый. Слово неприемлемые или потенциально неподходящие препараты, еще раз обращаю ваше внимание, список построен так, что все время существует какая-то альтернатива. Я еще раз это подтвердил. Появился куда более важный термин, поскольку терапевту теперь предлагают освоить этот термин. Депрескрипция или депрескрайбинг. Отменяй препараты в соответствии с этим. Это не разрешено в Российской Федерации, это только обсуждается. Я вам рассказываю мировую дискуссию. Отменяй препараты, которые не имеют доказательной базы, которые не могут повлиять на сценарий жизни твоего пациента. А ему сейчас за 70 лет. Поэтому, вот видите, первый вектор этой дискуссии из констатации факта ушел в совершенно новое направление. Появился список неприемлемых препаратов и на основе этого списка появился термин депрескрипция. Удаляя этот препарат, как не влияющий на прогноз пожилого человека. То есть, у пожилого человека на первое место стало номер один в лечении пациента сохранение высокого качества жизни и продление жизни. Посмотрите, какие-то мероприятия. Какие мероприятия нам предлагают сделать? Нам предлагают задуматься. А много лекарств это всегда полипрагмазия. Потому что слово полипрагмазия в нашем сознании всегда имеет отрицательное значение. Вот большой мета-анализ, который сделали в Кохрановской библиотеке. Они предложили терапевтическому сообществу начать пользоваться двумя терминами. Подходящее и неподходящее полипрагмазия. Не махните рукой. Это не утомление от образования. Это очень важный поворот дискуссии. Что такое подходящее полипрагмазия? Смотрите, Кохрановская библиотека нам сказала. Откажитесь вы от того, что вы считаете, сколько препаратов. И если их больше, чем 5, говорите полипрагмазия. Вы не учитываете исходное состояние пациента. Оно может быть очень тяжелым. И вашему пациенту действительно требуется 5, 7, 8 препаратов. И тогда термин «неподходящая полипрагмазия» и «подходящая» становится совершенно другого звучания. И вот тогда-то и становится вопрос. Подходящая полипрагмазия не отвергает 5, 7, 8 препаратов, если они действительно направлены на улучшение качества жизни. Но тогда это надо исследовать. То есть смысл дискуссии свелся к тому, что нам нужно идти другим путем. С учетом увеличения продолжительности жизни все терапевтические общества мира должны осознать, что у нас нет документа, на основании которого мы могли бы применять 5, 8 и большее количество препаратов. Мы не знаем их взаимодействия и не знаем, как они влияют на прогноз. Второй вектор, который кончился провалом, не начавшись, это список «старт». Список «старт» звучит так. Есть перечень препаратов, которые ты обязан дать. Я вам привожу перечень «старт» глубиной в 9 лет. Все, что вы видите в левой колонке, устарело напрочь, и современные рекомендации это отвергают. То есть, по сути, список «старт» дублирует рекомендации, он не нашел поддержки, и это ушло в небытье. Третий вектор из дискуссии, вот он, сегодня самая горячая дискуссия. Россия пока не имеет своего списка, который называется «Feed for the age» или «список форта». «Feed» – это особый термин, который обозначает написание документа для программного анализа. Этот документ строится по принципу колонок. В первой колонке пишется «тест» или в нашем случае это «лекарство». Во-вторых, колонка анализа этого теста или анализ лекарства и рекомендации. Смысл «Feed for the age» давайте будем называть так. Это огромное количество экспертов, которые, пытаясь проанализировать, помимо доказательных клинических, проспективных исследований, исследуют наблюдательные исследования, анализируют их данные и пишут списки. Список форта, например, признан в Соединенных Штатах. Он в 2019 году последний пересмотр. Список форта есть в Германии, список форта Италия, список форта Испания, список форта Великобритания. Он написан специально для людей, которые старше 65 лет. И есть сноска. Старше 60 лет, но получают больше 6 лекарственных препаратов. Это очень интересно. В России на съезде кардиологов это очень широко обсуждалось. У нас были несколько симпозиумов, посвященных, нужна ли России система форта, если нужна, то как ее писать. И вот была сформирована рабочая группа, которая сейчас приступила к этой работе. То есть списка пока в России нет. Но давайте посмотрим, как построен список форта. Вы сейчас очень хорошо видите 4 цветные полосы. Список форта имеет 4 градации. A, B, C и D. А, это обязательное назначение. Безопасно, доказано, высокоэффективно. B, да, эффективно и да, доказано, но имеются некоторые ограничения с осторожностью. C, препарат с сомнительным профилем эффективности. Это первый, кто должен быть вычеркнут, если твой больной его получает, и ты борешься с полипрагмазией. И там D, черного цвета, не видно. Don't, не применяй. Это опасно у пожилого человека. Вот я вам покажу некоторые моменты, которые написаны в программе форта. Например, для лечения артериальной гипертонии. А, напомню, можно применять. Это сортаны. А, пожалуйста, применяй. Блокаторы кольцевых каналов. Амладипин. Да, пожалуйста, применяй. Посмотрите, против веропомилов, справа в нижнем написано буква D. Don't. Эксперты посчитали ненужным применять. Бета-блокаторы, кроме атонолола. B, есть ограничения. Ну и так далее. Вы хорошо это все видите. То есть, так написано для каждой системы. Например, для сердечной недостаточности. Куда сходу попали сакубитрил, волсортан с уровнем А, ингибиторы, сортаны. Точно так же написано для хронического коронарного синдрома. В России этот термин не принят. У нас это стабильный ЭБС. Через один год после инфаркта миокарда. Вы очень хорошо видите. Статины. Возраст меньше 85 лет. А у больных старше 85 лет. Статины имеют знак B. Очень спорно. Потому что последние исследования как раз сказали, что это надо применять. Независимо от возраста. Потому что сокращает количество госпитализаций. Очень хорошо видите, что это во многом и субъективно. Но тем не менее дискуссия считает, что применение форта наиболее перспективно. В условиях, когда нет и не будет завтра получены данные по проспективным исследованиям у лиц с выраженной полиморбидностью. Таким образом, в терапевтическом мире обозначилось совершенно другое звучание глобальной проблемы. Проблемы полипрогмазии и проблемы полиморбидности. Это самая насущная проблема. Это дискутабельная проблема. Давайте посмотрим, что уже не дискутабельно. И что стало императивно. Должен делать так, потому что появились новые данные. Я напомню, что одна из самых значимых страниц в мире, которая получила решение, да, делай так, это ХСН. ХСН со сниженной фракцией выброса. Для России это одна из самых актуальных тем. У нас 4,5 миллиона людей. 9 из 10 каждый год госпитализируются. Каждый шестой, лежащий в терапевтическом отделении, это пациент, имеющий низкую фракцию выброса. Посмотрите на глобальную проблему этих пациентов. Они, как правило, имеют это в люди старшей возрастной группы, и их продолжительность жизни очень ограничена. ХСН, первый-второй функциональный класс, в среднем живет 7,8 лет. ХСН 3,4 в среднем живет 4,8 года. Перед нами стоит первая проблема – увеличить продолжительность жизни. Вторая, очень тяжелая проблема – это бесконечная госпитализация. Выписаны после декомпенсации пациент в течение первого месяца. Вы послушайте эту цифру. 31% вернется назад в стационар с новой декомпенсацией. И третья проблема – это как трактовать, и вот здесь очень важно услышать, новая трактовка фракции выброса. Посмотрите, всегда мы знали – меньше, чем 40 – снижено, больше, чем 50 – сохраненное. Посередине, от 40 до 50, лежала промежуточная фракция выброса. Сегодня промежуточная фракция выброса трактуется как начальный этап сниженной фракции выброса. Казалось бы, игра слоб и утомление от образования. В чем смысл? Смысл в том, что от 40 до 50 мы начинаем лечить так же, как больных со сниженной фракцией выброса. Это первый подход. Вообще, все, что ниже, чем 50% фракции выброса, посмотрите на желтую кривую, как задирается кривая смертей. Значит, проблема борьбы за выживаемость пациентов у этих больных приобрела первоочередное значение. И вот та новость, которая сегодня должна восприниматься, как устоявшийся новый взгляд на лечение, в первую очередь, пожилых пациентов, пациентов с недостаточностью кровообращения. Посмотрите на верхний портик. Это недостаточность кровообращения со сниженной фракцией. Подпирают портик на самом деле 4 колонны. Одна колонна явно с другой амплитудой, с другим ростом. Две фундаментальные колонны – это ARNI и ингибитор SGLT2. Совершенно новый подход к лечению больных с недостаточностью кровообращения. Я становлюсь контрапунктом на важнейших моментах. Но посмотрите, почему амплитуда ингибиторов и сортанов стала меньше. Потому что в современном мире произошло уменьшение. ARNI стали вытеснять ингибиторы и сортаны. ARNI стали назначаться гораздо чаще. И посмотрите, что является основанием. Сейчас я покажу этот график, что является для этого основанием. По-прежнему высока роль антагонистов минералокортикоидных рецепторов и плеринона и бета-блокаторов. Вот теперь посмотрите. То есть мы ввели два новых класса лечения этих пациентов. Я просил бы вас слушаться в интерпретацию этого слайда. Несколько недель тому назад опубликован гигантский мета-анализ, где взяты пожилые пациенты, которых лечили двумя разными идеологиями. Идеология первая включала ARNI. Я напомню, в России этот препарат называется Юперио. Ингибиторами С-ЖЛТ-2, их три. Но для лечения недостаточности кровообращения разрешен только дапоглифлозин. Лечила антагонистами минералокортикоидным рецептором и бета-блокатором. Это была новая ветка. Против старой ветки ингибитора или сортана и бета-блокаторы. Я прошу вас посмотреть, что при этом произошло. У 80-летних пациентов продолжительной жизни увеличилось на 1 год 4 месяца. У 55-летних на 6,3 года. При этом у всех возник интервал примерно 8 лет, свободный от госпитализации и летального исхода. То есть новая идеология привела к продлению жизни и к улучшению качества жизни наших пациентов. ARNI действительно на 20% превзошли мощность ингибиторов АПФ. ARNI еще сделали важную вещь. У пожилого человека, у которого есть признаки недостаточности, я прошу вас посмотреть на мои руки. Левый желудочек приобретает форму шара. Перед нами стоит насущная проблема сделать эллипс. Доказано было в этом исследовании, что ARNI действительно могут это сделать. И терапевт это легко услышит ухом. Выслушивая первый тонный систолический шум на первой точке, он увидит, что амплитуда и интенсивность систолического шума, то есть метральной регургитации, начнет намного слабнуть. Это будет говорить о том, что регургитация на метральном клапане при применении ARNI уменьшается. И второй процесс, введем новый термин, обратное ремоделирование. Было доказано, что ARNI увеличивают фракцию выброса, то есть уводят пациента из зоны сниженной фракции выброса. Теперь перейдем ко второму огромному желтому столбику, подпирающему портик. Революция произошла с исследования, где применялся препарат дапоглифлозин. Дапоглифлозин лечили больных с сахарным диабетом и без не имевших сахарного диабета, но у них была недостаточность кровообращения. Вдруг выяснили, что дапоглифлозин это препарат, который улучшает исходы, снижает госпитализацию, снижает смертность у больных, которые имеют недостаточность кровообращения. Даже, посмотрите на нижнюю строчку, даже не имея сахарного диабета, таким образом дапоглифлозин вошел в мир препаратов, которые перестали звучать, наверное, и скоро вообще будут вычеркнуты как сахароснижающие. Они зазвучали как препараты сердечно-сосудистого профиля. Они не столько снижают сахар, они действительно выводят 60 грамм глюкозы с мочой, но не падает гликированный гемоглобин на 0,5%, он уменьшается. А сердечно-сосудистые события радикально меняются у этих пациентов. И еще одно исследование, которое вслед за дапоглифлозином было выполнено, это еще более тяжелая когорта людей, это исследование с эмпоглифлозином. Эмпоглифлозин не имеет пока показания для лечения недостаточности кровообращения, но я обращаю ваше внимание, куда более важные вещи. Это куда более тяжелые пациенты с существенно сниженной фракцией выброса и сниженной скоростью клубочковой фильтрации. В Российской Федерации эмпоглифлозин разрешен при скорости клубочковой фильтрации до 30. Это очень важно, всего 4 страны в мире это разрешили. А здесь впервые использована цифра 20 мл в минуту. При этом происходит снижение риска госпитализации, первичной и вторичной госпитализации. И это очень важно, увеличивается время до декомпенсации. Я прошу вас посмотреть на ключевой слайд, почему эта тема попала в сегодняшнюю лекцию. Был задан вопрос, а через сколько дней вообще-то применение препарата приводит к улучшению состояния. Посмотрите на этот график. Это 28 день. На 28 день начинается снижение рисков госпитализации. Это данные исследования. Я еще раз напомню, эмпоглифлозин не разрешен для лечения ХСН. Пока только дапоглифлозин. Таким образом, первое, что изменилось в лечении пожилых пациентов, это комбинация двух препаратов, которые радикально продлевают их жизнь. Второе, радикальные изменения произошли в лечении февриляции предсердия. В России безумное количество больных, 2,3 миллиона людей с февриляцией предсердия. И каждый пятый инсульт, я напомню, в основе лежит февриляция предсердия. Посмотрите, как изменилось требования к скринингу. Нам сказали скринировать всех старше 65 лет, потому что треть больных вообще не ощущает февриляцию предсердия. Особая группировка людей, это люди с абдоминальной формой ожирения и с липопноя. Старше 75 лет, 9% имеют февриляцию. Первая новация, которая может быть пока недоступна в России, но чрезвычайно важна в мире, это путь. Не сегодня, так завтра у нас это появится. Это устройство, которое позволяет зарегистрировать февриляцию по пульсу, аускультативно, на ЭКГ, это примерно 1% выявления. Холтер 72 часа, ну где вы это в реальной жизни видели? Это неправда. 72 часа это единичный случай. Вот поэтому, это всюду в мире так. Поэтому стали проблемы носимые, либо часы, которые транслируют, пока эта функция в России недоступна, либо вшиваемые устройства, либо кольца, либо браслеты. Посмотрите на результаты. Исследование с часами Apple проанализировано 420 тысяч пациентов. 712 даже не подозревали, что у них февриляция предсердий. Исследование Huawei протестировано или с часами 200 тысяч пациентов. Выявлено февриляция у 375. То есть это действительно самый перспективный путь. И вот та новация, которая сейчас появилась. Я очень просил бы терапевтов обратить внимание. Шкала ЧАЦ-ВАСК, которая у нас обязательно при ведении больного с февриляцией изменилась. Давайте посмотрим, что конкретно мне изменилось. Зеленые поля слева, это старое. И зеленое поле говорит, где произошло изменение. Но первое. ХСН, дисфункция левого желудочка. Что появилось? Наличие умеренной и тяжелой систолической дисфункции, в том числе бессимптомной. Это очень важно. Очень важно для нас. Потому что таких больных гораздо больше. Они не будут влиять на свои риски инсульта. Второе зеленое поле. Появилось целевые уровни для артериального давления. Независимо от возраста. Но только если больной переносит. Не надо перегибать палку. 120-129. Третье зеленое поле. Появилось слово сахарный диабет первого и второго типа. И очень большие изменения в четвертом зеленом поле, где написано перенесенный импарт. Появилось ангиографически подтвержденное ИБС. Это означает, что больной может не испытывать боли. Но у него выявлены бляшки. И это повышает риски развития инсульта. Абсолютно по-новому написан алгоритм лечения больных с фибрилляцией. Давайте начнем с необычного. Нам говорят. Пожалуйста, определись. Есть ли у твоего больного сейчас механический клапан? Нет. Есть ли у твоего больного выраженный стонос метрального клапана? Или умеренный? Нет. А если есть, то желтая стрелка говорит. Как и раньше, ты лечишь его варфарином. Нет этого. И ты делаешь первый шаг. Нам говорят. Начни с того, что найди больных, которым не надо получать оральные антикогулянты. Кто эти люди? Они по новой шкале ЧАЦ-ВАСК. У мужчины 0 баллов. У женщины 1 балл. Не надо лечить. Следующий шаг. Ты лечишь уже тех, кому точно надо дать. Посмотрите вниз. У мужчины больше, чем 2 балла. У женщины больше или равно 3 балла. Ты обязан дать оральные антикогулянты. У мужчины 1 балл. У женщины 2 балла. Тебе говорят. Отклонись к мысли. Рассмотри возможность назначения. Больше пользы будет, чем если ты не дашь. И третье. Вводится понятие 4С. Немножко трудное. С – это заглавная буква 4 английских слов. Первое слово – строк. Нет больного с фибрилляцией, у которого не рассчитан риск по новой шкале. Вторая буква С – симптомы. Ты должен знать тяжесть симптомов твоего больного. Ты должен понимать, как он их переносит. Инвалидизирующие ли у него эти симптомы. Пароксизмы инвалидизирующие или нет. Третья буква С. Что за пароксизмы у него? Они протекают спонтанно. Сами пришли, сами ушли. Вызывается скорая. С какой частотой они возникают? И четвертое, что безумно важно для терапевта – это сопутствующая патология. Знай ее и лечи ее. Потому что лечить только нарушение ритма сегодня недостаточно. Второй принцип ABC. А. Всем антикогулянты, которым показано. Б. Контролируй симптоматику. Ты должен понять, какую тактику ты выберешь. И пошлешь или не пошлешь его к хирургу. Это тактика, которая будет либо контроль ритма, либо контроль частоты. И С – это сопутствующие заболевания. Мы с вами совершенно четко понимаем, что независимо от возраста пациента, в рамках первичной и вторичной профилактики инсульта мы отдаем предпочтение новым оральным антикогулянтам. Еще один момент у пожилых людей. Резко возрастает риск постоперационной тромбозоэмболии. Поэтому таким больным сегодня разрешается назначение оральных антикогулянтов на довольно долгий промежуток времени с целью снижения риска развития тромбоза, в первую очередь глубоких венголени, в послеоперационном периоде и эмболического синдрома. Появились новации с числом сердечных сокращений. Сегодня разрешается нестрогий контроль, меньше чем 110 ударов в одну минуту – это цель. И, пожалуйста, посмотрите на препараты. Сколько оговорок появилось в этом документе? Бета-блокаторы, да, пожалуйста. Но только помните, что у больных с фибрилляцией предсердия результаты исследований противоречивы. У больных с синусовым ритмом, пожалуйста, мы говорим сегодня о фибрилляции предсердия. Недогидроперидиновые могут рассматриваться для контроля числа сердечных сокращений. И они продемонстрировали в ряде исследований даже некоторые преимущества перед бета-блокаторами. Дегоксин, я говорил об этом, высокий риск интоксикации. И последнее, амиадарон, он может рассматриваться у таких пациентов, когда вы не смогли достигнуть контроля числа сердечных сокращений. Контроль ритма – это молодой возраст. Первая фраза. Значит, надо сто раз подумать, если твой пациент не молодого возраста, а пожилого, нужно ли тебе избирать контроль ритма. Не можешь принять сам решение. Есть консилиум, есть заведующее отделением, есть кардиолог, который приглашается на консилиум. И есть, в конце концов, возможность обсудить с кардиохирургом. Но первая строка «молодой возраст» заставляет нас крепко подумать, когда мы выбираем контроль ритма. Катетерная абляция считается безопасным методом на сегодняшний день. Но самая главная инновация на этих двух слайдах. Первое. Не важно, какая форма у твоего пациента. Я очень просил бы вас выслушать это. Потому что не важно, какая это форма. Она может быть персистирующая. Это может быть первый в мире возникший первый случай пароксизма. Она может быть постоянная. Перед тобой стоит глобальная проблема. Ищи риски тромбоэмболических осложнений в любом возрасте. И риск кровотечения. Посмотрите вторую инновацию. В отсутствии абсолютных противопоказаний. Не может сам по себе запретить тебе назначение оральных антикогулянтов. В любом возрасте. Это вторая важнейшая инновация. Что изменилось в шкале Хасблэд? Во-первых, ее опять подняли из небытия. Самое главное изменение в строчке, где написано Е, Элдерей. Здесь написано пожилой возраст. Это было всегда. Появилось еще слово хрупкий. Отдельная лекция. Но мы хорошо знаем, что хрупкий пациент склонен к падению, перелому кровотечению. Проблемы с памятью. И в самой нижней строчке, она не видна на этом слайде. Он срезает его. Там появилось слово запойный пациент. Или склонный к алкоголизму. Или употребляющий 14 дринков в течение недели. Это новейшие изменения. Довольно расширился признаки или факторы риска кровотечения. И для нас очень важно, чтобы мы заметили несколько высоких. Потенциально модифицируем. Посмотрите на вторую колонку. Хрупкий – это в первую очередь пожилой пациент. И это высокий риск падения. Пожалуйста, выясните. Первое. Какие домашние туфли у вашего пациента? Опустимся на землю. Это спасает жизнь. Любые домашние туфли без задников повышают вероятность падения. Выкинуть. Каприкроватные коврики. Они увеличивают вероятность падения пациента. Осветить путь поджилого пациента в ночные часы в туалетную комнату. Это очень важный момент. Это потенциально модифицируемые моменты. И терапевт должен знать не пустопорожная болтовня с пациентом, а конкретные советы, которые уменьшают вероятность кровотечения у нашего пациента. Существуют ли жесткие критерии для снижения? Как это важно сейчас разобрать? Потому что сплошь и рядом пациенты старше 75 лет снижают дозу препарата, боясь кровотечения. Давайте на основной закон посмотрим. Для препарата ривороксаман только один критерий для снижения дозы. Скорость клубочковой фильтрации ниже чем 50. Разрешена доза 15. Для апексамана любые два из трех. Возраст старше 80, вес критически низкий меньше 60 и креатинин больше чем 133. Для добегатрана три параметра. Возраст старше 80, высокий риск кровотечения. Я вам показывал факторы риска и прием виропамила. Других критериев для снижения дозы пожилым пациентам нет. И снижая дозу, вы не снижаете риски кровотечения, а прекращаете контролировать или понижать риски развития инсульта у этих пациентов. Таким образом, перед нами появилось еще одно направление. Императивное. Посмотрите на него. Пожилой пациент с фибрилляцией, как правило, получает амиадарон. Амиадарон уже не может терапевт не знать. Влияет на концентрацию препарата и повышает концентрацию добегатрана до 60%. И минимально изменяет концентрацию ингибиторов 10 фактора. Посмотрите на класс антибиотиков. Макролиды, которые недопустим для назначения больному, который пьет оральные антикогулянты. Потому что у всех препаратов повышается концентрация. И особое внимание, пожалуйста, на пожилого пациента, который пьет значительное количество пищевых добавок. Посмотрите на черное поле. Зверобой входит в огромное количество пищевых добавок. Он больной даже не знает, что он пьет его. Но зверобой резко увеличивает вероятность в том числе фатальных кровотечений. НПВС. Практически все пациенты пьют НПВС. Они не просто воровывают эффект у гипотензимных препаратов. Они увеличивают риски кровотечения у больных, которые получают оральные антикогулянты. Для пожилого пациента критически важна цифра, которую ты должен рассчитать. Определи клиренс креатинина и раздели ее на 10. Ты получил количество месяцев, через которые ты должен повторять и анализировать состояние почек. Помни, что в пожилом возрасте варфарин ускоряет кальциноз мелких сосудов почек. Поэтому это очень сложный вопрос. Старайся переводить больных на оральные антикогулянты. У пожилых пациентов выбирай. Я показываю вам данные по анализу конкретного препарата. Ревароксаман против варфарина. Что показали этот метаанализ? Он показал нам, что применение ингибитора 10 фактора гораздо эффективнее внефропротекции, чем применение варфарина у таких пожилых пациентов. И гораздо эффективнее предотвращается повреждение почки. Я еще раз хочу вернуться к самой большой ошибке, с которой мы сталкиваемся каждый день практически. Как пожилой пациент, так довольно часто. Больше, чем в 40% случаев автоматом снижается доза. Посмотрите на желтые стрелки. Они показывают на красные колонки. Что произошло? Да вы не понизили кровотечение. Но, к сожалению, риски остались такие же. Кровит-то не препарат. Препарат не разрушает слизистую. Кровят совершенно другие причины. Надо помнить, что если было желудочно-кишечное кровотечение, то надо искать рак желудка. А если было кровотечение из мочевыводящих путей, то 83% увеличивается вероятность того, что у больного рак мочевого пузыря. Пожалуйста, обратите внимание на другое. Вы не снижаете риски развития инсульта. Зачем даете препарат, если не снижаете риски инсульта? И последнее, что императивно прозвучало, это пожилой пациент и артериальная гипертония. Понятие возрастные коридоры усвоено. Это стало общепринятым. Вы сейчас глазами в красной части этого слайда. Возрастной коридор для пожилого пациента 65-80 лет. Какое давление рекомендовано этому пациенту? Только услышите слово «рекомендовано». Я не сказал «обязательно». Рекомендовано меньше, чем 140, но не ниже, чем 130. И стоит фраза «если переносит». Значительное количество пожилых людей не будет это переносить, потому что у них сформировался критический или субкритический стеноз сонок артерии. Это недопустимо тогда. Будьте уверены, что вы идете правильным путем, не ухудшаете прогноз вашего пациента. Но говоря о давлении, повышенном давлении, давайте вспомним пожилого пациента совсем с другой точки зрения. Это понятие «диппинг». Снижает ли ваш пожилой пациент сейчас давление в ночные часы или не снижает? Это понятие очень серьезное. Посмотрите на четыре кривые. Вы сейчас глазами в верхнем ряде, где темные синие кружки. Это «найтпикер», он повысил давление. Его жизнь не очень длинная. Светлые кружки «нон-диппер» не понизил давление. Посмотрите на светлые треугольники. Светлые треугольники – это «диппер». Независимо от возраста. Мне нужно, чтобы ночью мой больной имел давление ниже, чем днем. Он должен быть «диппером». Абсолютное большинство пожилых пациентов – «нон-дипперы». Они находятся в светлых кружках. Что я должен знать для этого? Я должен знать цифры. Я должен знать профиль суточного давления у моего пациента. И если ночью давление не снизилось на 10-20%, то я должен предпринять усилия. Но при этом 10 тысяч оговорок. Я должен знать, что я не ухудшу мозговой кровоток моего пациента. Я должен знать состояние сонных артерий. То есть я призываю вас не механически выполнять эти проценты, а быть уверенным, что вы точно не ухудшили прогноз пациента. И утром он не проснется в ишемическом инсульте, потому что вы ему крепко сбросили ночные часы артериальное давление. Но надо знать, что пожилой возраст – это абсолютная частота, когда вы будете выявлять отсутствие способности понизить давление. Еще одно очень важное для пожилого пациента – это измерение давления не только в положении сидя, но и стоя. Это ротостатические реакции. Оденьте манжетку. Измерьте давление в сидячем положении. Не снимая манжетку, нажмите на кнопку «Надув» и попросите его встать. Посмотрите, когда он встанет, пожилой пациент, неважно, он может страдать еще целым реальным заболеванием, в первую очередь сахарный диабет и болезнь Паркинсона, они склонны к этому. Вы заметите, как изменится давление в вертикальном положении. Если систолическое упадет на 20, а диастолическое на 10, ваш пациент, сделайте правильные выводы. Он склонен к ротостазу. Он может упасть, вставая с постели. Научите его вставать с постели. Он не должен скакивать, как десантник. Он должен лечь на бок, подтянуть ноги к брюшной полости, выдавить депонированную кровь, полежать на боку, потом опереться на локоть, опустить одну ногу, потом вторую ногу, но не прыгать с кровати. Это опасно. Он может упасть. Есть более жесткие критерии, американские критерии. Если систолическое давление дошло до 90, твой пациент склонен к ротостатическим реакциям. Будь с ним очень аккуратен. И еще один момент для пожилого пациента. Посмотрите на первую красную полосу. Сплошь и рядом у пожилых вы будете видеть разность между систолой и диастолой 60 мм тутного столба. О чем это говорит? Да плюньте на цифры. Посмотрите на мои руки. Если разность 60 мм, то аорта не в состоянии растянуться в момент систолы. А значит не будет сжиматься в момент диастолы. Движение крови получится не то, какое велел Господь Бог. У пожилого пациента в первую очередь, у всех, но у пожилого в первую очередь, произойдет спазм микроциркуляции. Это чревато к изменению кровотока через почку и кору головного мозга. Перед тобой стоит задача очень важная. Не допустить разность между систолой и диастолой 60 мм тутного столба. Ты должен контролировать этот момент. Контролировать. Знай, что наиболее безопасными для пожилого пациента являются стартовые дозы. Стартовые дозы антагониста кальция и долго действующего мочегонного. Не нужен пикообразный диурез. Нам нужно плавно изменять объем выделяемой мочи. Вторая цифра. Конечно же она будет скорее всего изменена у пожилого пациента. Это измерение давления на лодыжки. В любом возрасте это надо делать. У пожилых это обязательно. Измер систолическое давление на лодыжки. Измер систолическое давление на плечевой артерии. Найди частное отделение. Если частное отделение меньше чем 0,9. Это тяжелый мультифокальный атеросклероз. Он не бывает только на ноге или только на сосудах шеи. Он бывает всюду. И в коронарных артериях и в мозговых артериях. Поэтому спроси себя, все ли сделано у твоего пожилого пациента, чтобы стабилизировать бляшку. А стабилизировать бляшку без статина тебе будет очень сложно. Поэтому вопрос отмены статина пожилому пациенту, как показало гигантское исследование, выполненное в прошлом году во Франции, где было 130 тысяч пациентов, всегда отмена статина приводит к ухудшению прогноза и к большему количеству госпитализации твоего пациента. Жир и пожилой пациент. Это сложный вопрос. Хорошо известно, что пожилые люди, имеющие тяжелые заболевания, например, сепсис, выживают в основном те, у кого была избыточная масса тела. Тем не менее, надо знать, что у пожилого пациента жир, который депонируется или места его залегания, это медицинский термин, не там, где он должен был бы быть. Например, перекарт. Например, перевазальное пространство. Они видоизменяют прогноз в любом возрасте, потому что поддерживают выраженное воспаление. Посмотрите на средние разрезы на КТ. Вы видите белые треугольники. Это жир, который лежит рядом с аортом. Жир, лежащий рядом с магистральными сосудами. Этот жир поддерживает выраженное системное воспаление. И еще одно место нетипичного залегания. Там есть жир, но не в большом количестве. Это капсула адипоза. Те, кто ходят по танатоме, вспомните, как патанатом пытается разрезать капсулу адипоза. Это практически невозможно. Она очень крепкая, она не растягивается. И раз она не растягивается, а твой больной с избыточной массой, жир где будет располагаться? Под капсулой адипоза. И он будет механически сдавливать почку. Для пожилого пациента, давайте остановимся на этой фразе, для пожилого пациента это крайне опасно. Начиная с 35-летнего возраста, мы теряем 1% клубочков каждый год. Мы родились, имея по 1 миллиону клубочков в каждой почке. К 65 годам у нас минус 40% клубочков. А теперь представьте, что эта почка со сниженным количеством клубочков получает дополнительное механическое сдавление, нарушая венозный отток. Это, конечно, удивительно. Это удивительно плохо для пожилого пациента. Ищите у пожилых пациентов, так же, как и в среднем возрасте, черный акантоз. Черный акантоз – это абсолютный признак инсулинорезистентности. Никуда он больше не денется, это пожизненно. И таких пациентов надо поставить, независимо от возраста, 65-70 лет. Поставь, есть ли у него метаболический синдром. А если есть метаболический синдром, я напомню, это измерь талию, красная часть слайда, померь уровень липидов, померь артериальное давление, посмотри уровень глюкозы. Любые два из голубой части слайда и не тот размер талии, у того больного есть метаболический синдром. Пожалуйста, обратите на это внимание, потому что появление метаболического синдрома включает очень модную сегодня теорию, которая звучит в дословном переводе с английского «насос, труба, фильтр». Насос – это миокард, труба – сосуд, фильтр – это почка. Одномоментность поражения этих структур, это требует назначения препаратов, которые действуют на все три структуры сразу, или комбинации препаратов, которые влияют на все три структуры сразу. Я обращаю ваше внимание еще на одну вещь. В любом возрасте может быть преддиабет, пожалуйста, найдите его, потому что появление преддиабета – это очень важный аспект. Самый простой способ по голубой колонке – это глюкозоплазмный тощак. И если больше, чем 6,1, то вы подумайте, а не преддиабет ли у вашего пациента. Когда такие изменения липидного профиля, ну, не надо быть семипядью во лбу, чтобы сказать, что это далеко зашедшие липидные нарушения. Я хотел бы вам показать, что в Российской Федерации принято очень важное, очень передовое рекомендации по дислипидемиям, по их контролю. Мы ввели первыми в мире слово «экстремальный риск» не на уровне обсуждения и дискуссий, а на уровне регуляторного документа. «Экстремальный риск» – это человек, имеющий сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. И даже достигнув целевые уровни липидов, к сожалению, продолжает иметь клинические проявления болезни. Посмотрите, слово, которое я хочу обратить ваше внимание. «Оптимальный уровень». «Оптимальный уровень» меньше единицы. Переведите в другие единицы. «Один миллимоль на литр» – это 38,6 миллиграмм на децилитр. Так низко мы еще никогда не опускали. Я хочу подчеркнуть величину, что это за амплитуда. Стоит цифра 1,410. Я хочу напомнить, что когда мы родились и были на грудном вскармливании, а грудное молоко – это чистый холестерин, наш уровень липопротеидов низкой плотности был 1,8-1,6. То есть в два раза ниже получается, чем у новорожденного ребеночка. И тогда вы останавливаете развитие коронарного атеросклероза, замедляете во всяком случае. И это очень важно, чтобы мы понимали. Это важно, чтобы вы не махнули рукой. Особое значение для пожилого имеет число сердечных сокращений. Давайте посмотрим на мои руки. Если у вашего пациента пульс 80, то длина диастолы очень короткая. А миокард получает кровь только в диастолу. У пожилого, где изменены коронарные кровотоки, кровокоронарный кровоток – это может быть фатальным. Поэтому всегда будем контролировать пульс нашего пациента. Мы хотим иметь в районе 70. При этом у пожилого пациента, вам не средний возраст, у пожилого пациента надо знать, что ночью мы должны контролировать. Хоть раз поставим холтеровский монитор и увидим, что пульс не падает ниже, чем 50. Это безопасно в такой ситуации. Во всяком случае, мы должны быть уверены, что контролируя пульс, мы не привели к ухудшению прогноза из-за того, что в ночные часы он стал ниже. Нет пожилого пациента без расчета скорости клубочковой фильтрации. По сути, любой грамотный терапевт должен иметь в своем телефоне вот эту формулу. СИКОДИ, КРОНИКИДНИН ДЕЗИЗИСЬ. Она позволяет читать любой точке земного шара при любой расе. Здесь написано белые и остальные. Это, как правило, вызывает всплеск эмоций. Позвольте только напомнить, что скорость, конечно, никакого отношения к расизму. Скорость клубочковой фильтрации детерминируем на расовой принадлежностью и возрастом пациента. Это медицинский факт. Надо знать скорость и контролировать пожилого. Она очень быстро снижается. И это будет приводить, к сожалению, к тому, что мы должны будем перечитывать скорости клубочковой, перечитывать дозы препаратов. Как рассчитывать у пожилых людей, так же, как и у молодых, рассчитывать дозы статинов. Пожалуйста, это не обязательный препарат. Посмотрите на этот слайд. Перед нами стартовая мощность любого статина. Все статины, наиболее распространенные, имеют стартовую дозу 10 мг. Симвостатин при этом снизит на 28, розовостатин на 48, а аторвостатин на 38%. Что будет, если я буду удваивать дозы? Удвоение дозы добавляет к мощности 6%. И поэтому максимальная дозировка симвостатина 40, аторвостатина 50, а розовостатина 60%. Абсолютному большинству пациентов требуется снижать на 50, 60, 70%. Это означает, что нам нужно будет комбинировать препараты. Какая комбинация для пожилого изучена и безопасна? Самая изученная комбинация с изотимибом. Изотимиб имеет одну дозу 10 мг, на 20% снижает липопротеиды низкой плотности, потому что в тонкой кишке блокирует только всасывание пищевого холестерина и желчных кислот и никак не влияет на последующую абсорбцию витамина В12. Это очень важная для нас находка. Это важно. Вторая комбинация, или второе, что нужно у пожилых людей смотреть, это уровень триглицеридов, потому что, в общем, на это никто не смотрит. Это очень печально, потому что больной получает статины, достиг целевой уровень 65-70 лет, и при этом у него огромный уровень триглицеридов, которые его, к сожалению, изменят его прогноз. Давайте скажем, что по современному алгоритму, посмотрите в зеленый ромбик, ваш больной перц статины достиг целевого уровня липопротеидов низкой плотности, но у него высокий уровень триглицеридов. В такой ситуации не рискуешь сам, обсуди с заведующей, обсуди на консилиуме, но алгоритм требует, чтобы ты назначил фибрат. И это важно для такого пациента. Что рекомендовать пожилому есть? Два аспекта. Не будем вдаваться в дебри, мы не нутрициологи, нам нужно знать то, что доказано с точки зрения сердечно-сосудистых заболеваний. Самым безопасным считаются две диеты. Средиземноморская диета. Главный принцип средиземноморской диеты, вопреки досужим домыслам, это не красное вино. Это жиры растительного происхождения, мука грубого помола, и самая главная строчка, это 5. Пятая строчка, это 3-5 раз в день фрукты и овощи. При этом, посмотрите, смысл этой диеты, вводится понятие воспалительный индекс еды. Есть два полюса. Жирное и красное мясо, это пиковый полюс, минимальный полюс, это растительная пища, это крупы, это обычная еда, фрукты, овощи, крупы и так далее. Посмотрите, принцип. Чем меньше воспалительный индекс, тем меньше системное воспаление, тем лучше прогноз у твоего пациента. Вторая диета, даже диета, она основной упор, все то же самое, только источник жира, рапсовое масло, но особый упор сделан на потребление соли. Давайте скажем жестко. Не надо превосходить дозу больше, чем 6 грамм соли пожилому человеку, к сожалению, при малом количестве клубочков эта соль будет избыточной выводиться в ночные часы, и это приведет к ночному подскоку давления. Какой совет дать пожилому пациенту? Основной источник соли промышленно приготовленные продукты. Ну, нелепо полагать, что пожилой пациент питается фастфудом, это, конечно, скорее всего это не так, но, тем не менее, надо дать совет, что еда должна готовиться дома, и дома можно контролировать количество соли. Уважаемые товарищи, я благодарю вас за честь, которую вы оказали мне, выслушав мое соль, за то внимание, которое вы уделили мне. Если есть вопросы, я постараюсь на них ответить. Да, друзья, вопросы, все заслушались, как всегда, понимаете, вот вас слушаешь, как на концерте. Никаких вопросов. Вы очень добрые ко мне, спасибо большое. Я очень трогаю. Не добрый, я просто говорю, что, видите, не я же один, он пишет все, заслушались, с удовольствием прослушала, прекрасная лекция, а вопросов никто не задает, потому что вопросов, на самом деле, конечно, больше, чем ответов. Друзья, ну попробуйте хоть парочку вопросов сформулировать, так же тоже досадно. Ну, спасибо, все спасибо. Ну, конечно, вопросы, вопросы все остаются, как со всем этим быть, много препаратов, новые препараты появляются, совсем принципиально новые, которых мы раньше не знали, они начинают встраиваться, в наши обычные алгоритмы лечения. Я, конечно, не могу здесь своего личного отношения к антикоагулянтам не высказать, потому что сейчас это, по-моему, препараты номер один в ковидной инфекции, да, и вы увидите, как сейчас их даже мэр Собянин разрешил применять бесплатно у больных в амбулаторном периоде. Это была наша идея, наше предложение, еще майское. Я считаю, что это наша огромная победа, потому что, ну, наше вот наблюдение, мы следим за амбулаторными больными, у нас их довольно много под наблюдением, что на вот этих вот прямых оральных антикоагулянтах, что интересно, вы тоже и Ликвис на первый план вытащили, да, и мне он нравится почему-то больше, чем Ксорелта и Продакса. Хотя я на интуитивном уровне, это скорее, чем на каком-то осознанно научном, но тем не менее, мы сейчас видим, что нет развития осложнений, что все больные на этих препаратах очень быстро выздоравливают, а препарат, он же не противовирусный, он просто предупреждает развитие тромбоэмболических осложнений. И, по-видимому, когда мы раньше говорили вот о венозных тромбоэмболиях, об инсульте, сейчас мы понимаем, что гораздо чаще и гораздо больше микротромботических осложнений, которые вызывают самые различные осложнения и самые различные проявления болезни. В частности, вот сейчас мы столкнулись, выдвинули такую гипотезу, что вот этот постковидный синдром и вообще многие проявления ковида, они связаны с тромбоваскулитом головного мозга. И прямо вот мы это видим, и удивительно, что мы постковидный синдром, который часто проявляется какими-то психическими нарушениями, мы тоже лечим сейчас антикоагулянтами с очень высоким эффектом. То есть вообще вот эта вот группа препаратов какая-то совершенно фантастическая по своей эффективности. У меня уже начинаются всякие гадкие мысли, а не полечить ли шизофреников, может, антикоагулянтами. Потому что, понимаете, мы же, ну мы видим галлюцинации, мы видим депрессии, мы видим огромное количество психических проявлений этой болезни, и они уходят на антикоагулянтах. Хотя я понимаю, что эта мысль скорее завиральная, чем реальная. Но тем не менее, очень интересные в этом плане подходы. Вообще, интересно было бы посмотреть, очень много ведь больных, которые принимают уже антикоагулянта перед развитием у них инфекции. Вот наше наблюдение, правда, у нас не так много таких больных, но наше наблюдение стало, потому что они легко довольно болеют. Ну, потому что изначально был препарат, скорее всего, предотвратил, даже в первые часы в остром периоде предотвратил образование тромбов, по-видимому, так. Ну, я тоже так думаю, я тоже так это вижу, и, конечно, это совершенно фантастическая история, потому что, если вы помните, на первых этапах было написано и в наших рекомендациях, и в западных рекомендациях, что если больной поступает на оральных антикоагулянтах, их надо отменять и назначать в стационаре, и назначать низкомолекулярные гепариды. Ну, вот сейчас такое впечатление, что, может быть, и даже в стационаре надо поступать с ними, с этими препаратами. Я проводил больных, вот, ну, сердечно-сосудистых, скажем, грубо там, после инсульта на продакт, еще что-то такое, даже со сниженной сатурацией. не отпускал их в больницу, наблюдал их, и вы знаете, как-то все обошло. Хотя, это, конечно, группа риска по полной программе за 80 лет, и все понятно, и лежачий, и так далее. И, тем не менее, вот эти препараты, они, так сказать, спасают. Так, вот вопрос возник, как назначается дабутуфлозин? Даба-глифлозин? Да, Даба-глифлозин. Даба-глифлозин в Соединенных Штатах разрешен как препарат для лечения недостаточности кровообращения, самостоятельный препарат. Я думаю, что это появится сейчас и в других разрешительных, как и в другой разрешительных органах. Но самое главное, его назначают так же, как и обычный препарат, как и больному с сахарным диабетом, без всяких вопросов. Смысл в том, что вы можете теперь не оморочить себе голову, раньше только для лечения сахарного диабета, теперь Даба-глифлозин может использоваться для лечения больных с недостаточностью кровообращения, без сахарного диабета. Какой вопрос возникает всегда? А что будет с уровнем глюкозы? Ведь ГАПа-глифлозин, как и любой из трех препаратов из этого класса, выгоняет примерно 60 грамм глюкозы каждый день с мочой. Она будет постепенно там больше, меньше, но в районе 60. Это довольно много. Это примерно 240 килокалорий каждый день мы теряем, принимая этот препарат. Проблема в том, что он не выгоняет обычную глюкозу, которая нам необходима. Он выгоняет только избыточную глюкозу. Вместе с глюкозой он начинает изгонять и натрий. Большое количество катионов натрия, потому что блокируется глюкоза натрия обменит. Натрий не уходит сам по себе, он уходит вместе с водой. Таким образом у вас уменьшается объем циркулирующей крови, несколько, видоизменяется гематокрит средний на 1,5-2%, но при этом у вас уменьшается нагрузка на левый желудочек. И поскольку глюкоза начинает уходить, меняется метаболизм в кардиомиоците. Сегодня считают, что этот препарат гораздо больше, как и все, ДАПа, ЭМПа, ИКАНА, Аблифлазины, эти препараты гораздо больше сердечно-сосудистые, потому что они очень мало оказывают влияние на уровень гликированного гемоглобина. Кот наплакал, там 0,5% меняется гликированный гемоглобин. Поэтому, да, мы тоже ждем, что такое разрешение будет, и, наверное, будет ли это класс-эффект, не будет ли это класс-эффект, это вопрос нерешенный на сегодняшний день. Но так-то, да, изменилось. Да, изменилось серьезно, очень серьезно. Ну, вот тут кто-то спрашивает фибринолитики при ковиде. Скажу откровенно свое мнение, может быть, я ошибаюсь, но я не слышал никаких эффектов от фибринолитиков, потому что нам проще и лучше, ну, кстати говоря, и при инсульте, обратите внимание, если мы говорим о влиянии препаратов гемостатического, так сказать, действия, да, то это антикоагулянты, препятствующие развитию инсульта. Они привносят в инсульт столько, что делать там нечего фибринолитикам. И мы знаем, что эффективность фибринолиза при инсульте крайне сомнительна и мала. Так же, как и, в общем, сегодня уже понятно, что фибринолиз при остром коронарном синдроме не самый лучший способ, а надо восстанавливать кровоток, делать стенд, да. Хотя, конечно, ну, с точки зрения техники остается фибринолиз, тут ничего не сделаешь, не всех успевают довести, но вот при ковиде я не знаю. Я бы, если мы говорим о тяжелом ковиде, когда уже имеется повреждение в легочной ткани, когда мы видим тромбовоскулит в легких, когда там появляется матовое стекло и так далее, я очень рекомендую переливать сверхзамороженную плазму в больших количествах, там, 500, 800 миллилитров. К сожалению, это отдельные наблюдения, но они очень показательны, как буквально на первой же трансфузии плазмы сатурация там на 10-15% повышается. Но ничего подобного на других препаратах вы не увидите. Фибринолитик так не подействует. Потому что фибринолитик это обычно стимуляция фибринолиза, для этого нужен пугменоген, а его нет, а он сверхзамороженая плазма. Ну и так далее. Ну а если мы просто переливаем сверхзамороженную плазму, то, в общем, этого достаточно для того, чтобы обеспечить разрушение тромбок в микроциркуляторном русле. Ну это просто такой вопрос. Вот я, видимо, вызвал у людей ковидный, так сказать, ковидный интерес, хотя он сегодня не очень в тему, но уже очень он актуален. Что еще я бы хотел отметить, меня очень порадовало, вот последний ваш слайд, это диеты и вообще все вопросы связаны с питанием. У нас как-то эта тема в абсолютном провале. Да, сейчас существует огромное количество различных синтетических, скажем так, условно, продуктов питания. Ну мы все вскармливаем детей такими продуктами, но они есть и для пожилых, и для больных с сахарным диабетом, и для больных с сердечной недостаточностью. Мы их практически не используем. И может быть было бы очень интересно, может быть, с вашей помощью поработать над этим препаратом, потому что они в России есть, они появились, и их терапевты вообще никак не знают и не используют. Как вы на это смотрите, Григорий Павлович? Ну, я думаю, что это, конечно, желательно было бы исследовать, потому что, знаете, есть изумительные исследования, где попытались таким больным давать олигомерные смеси. Это были уже больные, у которых хорошо начинало деструктурироваться, уходить, тощая масса тела, мышцы уходили, им давали олигомерные смеси. Вот у нас в России, Советский Союз это создал, но, к сожалению, мы сейчас это покупаем за рубежом. Такая смесь производится не в нашей стране, называется прептамен. Вот она даже рекомендована и стоит в национальных рекомендациях по лечению недостаточных скоромобращений. Вот это доказано, действительно, потому что, видимо, замедляется дальнейшая потеря поперечно-полосатой мускулатуры и человек начинает больше ходить, больше выполнять нагрузку, как бы это становится очевидным. Но чем больше будет расширено, я с вами согласен, это очень большая проблема. И, наверное, нутрициологи решают очень важные вопросы, но если бы нутрициологи прислушались к насущным проблемам терапевтов, то, наверное, мы могли бы объединить усилия, а это насущная проблема. Вы говорите об очень серьезной проблеме, очень. Ну, я просто не знаю, то есть специальность есть такая у нас специальность? У нас есть в Нутрициологии. У нас даже Новосельский институт нутрициологии. Нет, институт-то есть, а вот кроме них еще кто-то занимается, потому что они занимаются своими вопросами, а в Терапии, к сожалению, не очень. Я еще раз говорю, в педиатрии занимаются, реаниматологи, конечно, неплохо. А вот в обычной терапии, где масса проблем можно решить, ну, просто есть смеси для литинсаркопении. Знаете, практически существует и утверждается, что они очень здорово работают при сердечной недостаточности, в том числе. Вот. Ну, конечно, это все требует проверки, я, так сказать, не настаиваю, но мне кажется, что было бы очень интересно этим вопросом. Это правда. Знаете, вот если с такой инициативой на самом деле выступить и вообще как-то привлечь внимание к этой проблеме, ну, потому что, наверное, терапевту нужна будет помощь нутрициолога, давайте назовем его так, потому что расчет, грамотный расчет, колоража, это все, это узкая специальность, потому что терапевт это может сделать в общем, а вот детали и обратить внимание фенотипы, нутрициология, фенотипы больных, нутрициология, было бы очень интересно, я согласен с вами, большая проблема и она не решается в реальной терапевтической жизни никак, пока никак. Ну, давайте подумаем, потому что такая идея вот у нас очень хорошая идея. Я-то через ковид все сейчас рассматриваю, у меня специальность появилась, потому что больные с ковидом худеют на 15-20 килограмм, ни с того, ни с сего, нет ничего особенного, ну, понятно, там есть они не едят, но они худеют даже когда у них есть аппетит, вот, и понять, что с ним происходит и как это происходит. Ну, я пока ничего не вижу в этом. Ну, хорошо, я так смотрю, что больше вопросов не появилось, тогда, друзья, я думаю, что мы все поблагодарим, значит, напомню, что все наши лекции, они выкладываются на YouTube-канале, наше здесь было уже выложено, YouTube, чего там, ком, ц, слэш, мгнот, там это все можно посмотреть, у нас довольно популярный YouTube-канал, по 50 тысяч просмотров наших лекций, и в значительной степени это связано с тем, что вы будете советовать своим друзьям, знакомым посмотреть, потому что со слуха, честно говоря, боюсь, что вы даже половины не запомнили из того, что здесь было сказано, то есть объем представленной информации, он совершенно фантастический и абсолютно не укладывающийся в общепринятые наши представления, ну так, какие-то отдельные звуки вроде бы слышишь, знакомые, но в целом, конечно, я считаю, что это заслуживает отдельного многократного прослушивания и изучения, поэтому мы всех приглашаем еще и еще раз посмотреть это все в наших YouTube-каналах. Большое вам спасибо, всегда вам спасибо на лекцию. Спасибо большое, спасибо, до свидания, спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok